Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. Меня зовут Дарья Судрева. Смотрите сегодня в выпуске. Жители Ульяновской области будут получать новые свидетельства с НИЛС только в электронном виде. В Ульяновской области выбирают лучшие многодетные семьи. Жителей мостовой эвакуируют. В Ульяновске проходят массовые учения. Собака бывает кусачей. Как ульяновцам воспитать своего четвероногого друга? С 1 апреля вступили в силу изменения в федеральный закон об учете в системе обязательного пенсионного страхования. Согласно поправкам в закон, которые начали действовать с 1 апреля, теперь информация с НИЛС или называемой в народе зеленой карте будет предоставляться гражданину в виде электронного или бумажного уведомления. Это уведомление и заменит страховое свидетельство. Как утверждают в пенсионном фонде, уведомления включают в себя все сведения, которые ранее были в страховом свидетельстве. Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе управления пенсионного фонда, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет доступно в личном кабинете, куда можно будет зайти через сайт госуслуг. В Ульяновске прошли всероссийские командно-штабные учения МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием и природными пожарами. Сегодня спасали жители микрорайона Мостовая. Почему именно их и в чем сложность операции, выясняла Виктория Черкова. Сотрудники МЧС приступили к сезонным учениям. В Мостовой Слободе они отрабатывают противопаводковые мероприятия. Территория выбрана не случайно. Каждую весну микрорайон Мостовая превращался в своеобразную Венецию с затопленными домами и разлившейся рекой. В последнее время проблему затопления почти решили. Проводились многочисленные дренажные и укрепительные работы. Но все-таки тренировать навыки спасения решено было именно в этих краях. Сегодня бригада МЧС, скорой помощи и полиция объединили свои усилия. По легенде учений, воды Свияги вышли из берегов и 120 местных жителей оказались в беде. Жизнь не в опасности. Газа и электроснабжение нарушено. Настала пора действовать. Сегодня проводятся практические мероприятия по эвакуации граждан. Также проводятся практические мероприятия по аварийному включению и отключению газа и электроснабжения. Сегодня на практических мероприятиях по отработке и тренировке задействованы 65 человек, в том числе полиция и Росгвардия, в том числе МЧС России. Спасали мастовчан с помощью альпинистского снаряжения и плавсредств. Подвесной мост, на котором развернулся, операция сильно раскачивалась, но это не помешало специалистам выполнить профессиональный долг. Примерно за 40 минут всех пострадавших выручили и эвакуировали в безопасный район. К слову, с 16 по 18 апреля такие же учения проходят во всех регионах России. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновске проходит второй очный этап регионального конкурса «Семья года». Подобные состязания, в которых мамы, папы и дети определяют самых творческих, самых спортивных и самых трудолюбивых, проводят в Ульяновске уже 11-й год. И с каждым годом конкурс становится все более популярным. В Ульяновской области 11-й год подряд проходит конкурс «Семья года» на соискание премии губернатора. Сегодня в ДШИ имени Варламова соревнуются 38 семей. Все они представили на суд жюри свои визитные карточки и портфолио, чтобы определить самых лучших. За 10 лет проведения конкурса «Творческий огонь, воду и медные трубы» в областном этапе прошли около 400 семей. В этом году на участие подано 275 заявок. Многодетная семья Шурчаловых из Инзы прошла муниципальный этап и стала одной из 38 семей, которые приехали в Ульяновск на областной очный этап. Мама Татьяна вот уже многие годы занимается пением и рукоделием, учит этому своих двух маленьких дочерей. Глава семейства любит спорт и приобщает к нему старшего сына. Шурчаловы не раз были отмечены грамотами за хорошее воспитание детей, активную общественную позицию и творческую жизнь. Большинство участвуем в детском саду во всех конкурсах. Тут в последнее время стали участвовать и в городских конкурсах и очень захотелось показать себя в конкурсе «Семья года». Ну и благодаря нашему творческому коллективу, поддержке нашего детского сада и не только, мы здесь, с вами и у вас. Итоги по шести номинациям, среди которых «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Преодоление» подведут 15 мая в Международный день семьи. Праздник выбран не случайно, поскольку конкурс проводится для продвижения государственной семейной политики и национального проекта «Демография». Для нас, правда, участие этих семей очень значимо, потому что это показатель семейного благополучия, это показатель традиционных семейных ценностей, это показатель взаимовыручки, поддержки, это показатель ответственного родительства. И те семьи, которые вы видите сегодня здесь, участвуют в номинации «Многодетные семьи», а мы всегда за многодетность. Документы на участие во всероссийском конкурсе «Ульяновская область» поддаст в июне. Соревнование пройдет в Москве в ноябре этого года. Наш регион представит семья-победительница областного конкурса. Она же получит премию губернатора Сергея Морозова в размере 50 тысяч рублей. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости «Ульяновской правды». В субботу и воскресенье трамвай номер 4 пойдет по новому маршруту. На перекрестке улиц Локомотивной и Индинской планируется заменить участок рессошпальной решетки. Поэтому с утра 20 до вечера 21 апреля трамвай номер 4, доезжая до этого перекрестка, со стороны центра будет следовать по улицам Камышинской и Рябиково до конечной остановки УКСМ. Нападением собак ежегодно подвергаются десятки тысяч человек по всей стране. И угрозу представляют не только уличные псы, но и домашние питомцы, гуляющие без поводков и намордников. Кто в первую очередь виноват в неадекватном поведении собаки? Само животное, ее хозяин или пострадавший? В вопросе разбиралась Наталья Чумаченко. В Ульяновской области, как и по всей России, участились случаи нападения домашних собак на людей. Кто в этом виноват и что с этим делать, мы спросили у простых ульяновцев, любителей собаководов и настоящих профессионалов. Мнения разделились. Некоторые считают, что сами люди ведут себя неправильно в присутствии животного, много жестикулируют, повышают голос, отсюда и агрессия четвероногого. Однако большинство респондентов уверены в том, что если домашний питомец и напал на кого-то, вне зависимости от причины, то несет ответственность за это хозяин пса. Собака домашняя просто так не бросается. А как вы считаете, как таких случаев избежать в дальнейшем, чтобы их не было вообще? Кого? Собака или тех, так кого нападают? Нет, вот чтобы не было такой проблемы. Да никак. Нет такого решения. По крайней мере в наше время. Смотря, что мотивировало эту собаку при нападении. Всякое может быть. Может быть и собака виновата, может и человек виноват. А как вы считаете, как этого избежать в дальнейшем? Ну, наверное, надо контролировать численность собак. Наверное, хозяин. Почему? Потому что он не удержал ее, он за нее ответственен. А как этого избежать в дальнейшем? Вот чтобы таких случаев было меньше или вообще не повторялись? Как вы считаете? Не знаю, если честно. Как хозяин, воспитатель, который должен социализировать ее. То есть привить навыки поучения в человеческом обществе. Нельзя там огрызаться, рычать и так далее. Научные статьи говорят о том, что есть несколько причин, когда четвероногий друг может проявить агрессию и даже напасть на человека. Во-первых, это защита территории от посторонних. Во-вторых, болезнь, такая как бешенство, когда животные не контролируют свое поведение. И самая распространенная причина – это неправильное воспитание или же его отсутствие. Евгения Шлейкина вот уже 4 года содержит в своей квартире американского стафарширского терьера по кличке Барин. По словам героини, такую внушительную породу Женя решила вместе с мужем завести, чтобы попрактиковаться в навыках воспитания, которые, несомненно, пригодятся для будущих детей. Взяли у проверенного продавца породистого щенка с документами, чтобы быть уверенными в характере животного и не прогадали. По словам владельца, Барин оказался только с виду массивной и злой собакой, а на самом деле в душе он безобидный ребенок. Информации на просторах интернета мы поняли, что собака – это вообще к отношению убийства, и собака не относится никак. Но они настолько добрые, настолько человеколюбивые, ориентированные, что невозможно назвать его собакой-убийцей. Начали делать анализы, почему так, почему такая грозная внешность вроде все, но при этом такая собака-лизака, и просто большая ошибка людей. Очень много ошибок, что заводят, не занимаются, потому что, ой, какая игрушечка, посмотрите, я тут классный. Воспитывать четвероногого нужно уже с пеленок, чтобы он знал команды хозяина и адекватно на них реагировал. Не только дома, но и на улице. Причем, если владелец животного тренирует его правильно, то собака может выполнять команды любого человека по требованию хозяина. В этом случае главное – спокойствие, уверенность и вкусное лакомство, которым нужно каждый раз благодарить пса за терпение и труд. Как показывает практика, воспитание – это дело обязательное и ответственное, в чем уверены не только многие собаководы-любители, но и профессионалы. Алла Андреева многие годы профессионально занимается разведением и дрессировкой собак. Тренер говорит о том, что любая порода поддается дрессировке. Главное – желание хозяина. В основном, наша основная задача – собаку социализировать, играть с другими животными, не быть агрессивным на других животных. Чтобы собак в любой момент могла остановиться, если не возникло желание кого-нибудь догнать, за хвост прижать. Поэтому здесь, конечно, мы прежде всего этим занимаемся, чтобы никаких хвостов чужих не догоняли, чтобы никуда не бегали, никого не ловили, никого не кусали, ни с кем не дрались. Невоспитанная собака, независимо от ее размера, источник постоянных проблем и переживаний владельца. Но всего этого можно избежать. Общая дрессировка собак решит проблемы с послушанием питомцев любых пород от мала до велика. Всего 3-4 месяца регулярных занятий под руководством опытного кинолога способны сделать из неуправляемого создания настоящего собачьего джентльмена с полным набором хороших манер. При этом вам расскажут о правильном содержании, рационе и выгуле собаки. А дальше можно самостоятельно решить, каким навыкам и командам нужно учить питомца. Наталья владеет овчаркой два года, полтора из которых она занимается с ней в клубе. Если с ним не заниматься, будет куча проблем, потому что мы живем в городе, мы живем среди людей. Это будет и тяжело и для нас, и тяжело для окружающих. А потом дома, он должен слушаться, а не делать, что хочет. Поэтому мы решили, что заниматься. Получается, что в большинстве своем воспитанные домашние собаки безобидны. Исключение всегда лишь подтверждает правило. Нужно соблюдать элементарные правила поведения с чужой собакой, чтобы не попасть в нехорошую ситуацию. Нельзя самому провоцировать нападение собаки, кричать на ее хозяина, махать руками, подходить неожиданно сзади и неожиданно заговаривать с владельцем, особенно в темное время суток. Нельзя тянуть руки к чужой собаке, гладить ее, командовать ей. Особенно нужно быть осторожными с собаками в намордниках и на коротких поводках, учить этому своих детей. Кстати, в России действует закон об ответственном обращении с животными. Однако, как отмечают эксперты, он сырой, поэтому требуют доработки. Однозначного ответа сегодня нет. Но многие сошлись во мнении, что должен быть единый закон, где четко прописаны права и обязанности владельцев домашних животных и их питомцев. В скультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» полным ходом идет первый в истории ульяновского хоккея с шайбой всероссийский турнир садидевушек. За честь региона бьется команда «Лидер». Молодые спортсменки тренируются не так давно, но для новичков показывают неплохие результаты. Хочу вам сказать, у нас сейчас все проблемы растут именно отсюда. Из-за того, что вы бегаете за шайбой в пятером, за одной. У тренера Ульянской областной федерации хоккея и шайбы Станислава Точилова особый контингент подопечных. В его команде только девушки. Для Ульянской области дело новое, неизведанное. Коллективу «Лидер» меньше года. И в нем собраны исключительно «Железные леди». Никаких слез девчонки не льют. Они все у нас, так скажем, крепкие. Понимают, в какой спорт они пущутся. Это спорт контактный, тяжелый. Что здесь нужно стискнуть зубы сквозь себя идти к успеху. Поэтому они за все время работают, за целый год. Ни разу не увидел у девчонок ни одной слезинки. Капитану «Лидера» Ксении Сычевой 15. На носу школьные экзамены, а она по три раза в неделю через весь Ульяновск. Не жалея ни сил, ни времени, мотается из родного белого ключа на тренировки в «Лидер». Ее хоккейный стаж около четырех лет. До формирования девичьей команды тренировалась со сверстниками-мальчишками. Хоккей мне нравится, потому что это красивый вид спорта. Там много скорости, энергии тратится. А это самый преданный болельщик девичьего лидера. И персональный болельщик Ксении Сычевой ее папа Сергей. По спортивному образованию волейболист он нисколько не удивился хоккейному выбору дочери. И без сожаления потратил весь семейный бюджет на приобретение амуниции. Для своего ребенка это все не жалко. Потому что это как инвестиции в будущее. То есть тут у родителей, я думаю, один выбор, чтобы в пользу на ребенка, чтобы это все шло. Четыре года упорных тренировок и вот Ксения Сычева вводит своих подруг по лидеру на первый всероссийский турнир. Момент вполне себе исторический. В соперниках у ульянских девчонок конкуренты из более хоккейных регионов. Татарстана, Самары, Нижнего Новгорода, Перми, Кирова. Самая главная цель, я считаю, это вытащить мальчишек и девчонок с улиц. Занять их прекрасным видом спорта, прекрасным делом. Чтобы из них выросли здоровые дети, здоровые юноши, здоровые спортсмены. Пока результат для ульянской команды на втором плане. Бороться за медали всероссийских состязаний хозяевам ледовой площадки не под силу. Соперница искушенней и в катании, и во владении клюшкой. Но в лидере нет человека, который бы не сомневался, что когда-нибудь команда обязательно оправдает свое амбициозное название. Михаил Рассашанский, новости ульянской правды. В мае ульянский театр юного зрителя будет принимать гостей первого международного театрального фестиваля спектаклей для всей семьи вместе. В Ульянск съедутся театральные коллективы из разных городов не только нашей страны. Чем ульянские актеры будут удивлять зрителей, расскажем в нашем материале. Меньше месяца осталось до международного театрального фестиваля спектаклей для всей семьи вместе. Он будет проходить впервые с 15 по 20 мая в Ульяновском театре юного зрителя. География фестиваля обширна. В наш город приедут коллективы из Москвы, Севастополя, Мытищ, Кемерово, Барнаула, Южной Осетии и Болгарии. Параллельно с нами идет большой фестиваль в Новосибирске. То есть вот такой большой столичный сибирский город, куда попасть очень престижно. И мы боялись, что мы, может быть, не соберем спектакли какие-то такие значительные и интересные. Но, к счастью, все произошло с точностью до наоборот. И если вы посмотрите на нашу афишу, там представлены и лауреаты «Золотой маски», и лауреаты национальной премьеры «Аликин». За пять дней ульяновцы смогут увидеть девять разнообразных и интересных спектаклей для всей семьи. Лучших профессиональных драматических театров и театров юного зрителя. Вся семья может посмотреть спектакль на любой вкус. Это и современные детские писатели, это и классическая русская драматургия, это Пушкин, Тургенев. Это спектакли различной формы, например, спектакль-мультфильм, спектакль интерактивный, очень интересный, когда сами зрители участвуют в театральном действии. Небольшой театр активно готовится к фестивалю. Идут репетиции уже полюбившегося ульяновцами спектакля «Мама-папа-братья Гримм», созданного по мотивам сказок «Братьев Гримм». Ирина Антонова, Александр Кудырешов, новости ульяновской правды. Ульяновцев приглашают принять участие в первомайской демонстрации. Традиционно 1 мая в России профсоюзы собирают нашествие митинг работников различных организаций, чтобы отметить День международной солидарности трудящихся. Традиционно сбор участников на площади 30-летия Победы. Начало движения колонны в 10 часов. И мы рассчитываем, что самое главное сегодня – люди откликнутся на наше обращение. Прийти на первомай и солидарными действиями поддержать самих себя, свои трудовые коллективы, свое рабочее место, бороться за свою достойную заработную плату. Я думаю, что это все стоит того, ради чего мы все живем, ради жизни на земле. И хотелось бы, чтобы это было действительно очень празднично. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulprado.ru по будням 18.50. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok